Чижика Эту песенку мы все знаем с детства. Автор её слов, как и многих других стихов для детей, Сергей Владимирович Михалков. Кто же он такой? И почему его произведения читают с интересом и дети, и взрослые? Видимо, потому, что Сергей Михалков великолепно чувствовал детскую психологию, и Самуил Яковлевич Маршак говорил, что Михалкову вечно 12 лет. Родился Сергей Владимирович Михалков 13 марта 1913 года в Москве в семье Владимира Александровича и Ольги Михайловны Михалковых. По версии семьи, их родословное связано со старинным дворянским родом Михалковых, усадьба которых частично сохранилась в городе Рыбинске. Жена поэта Наталья Кончаловская тоже поэт и прозаик, дочь широко известного художника Петра Кончаловского и внучка великого Василия Сурикова. О детях и внуках Сергея Владимировича знают все. Андрей или Андрон и Никита Михалковы – известные кинорежиссёры, общественные деятели, а их сыновья и дочери тоже уже сказали своё слово в кино и на телевидении. Стихи Серёжа Михалков начал писать лет в девяти. Помещал их в домашнем рукописном журнале и в школьной стенгазете, надеясь со временем напечататься по-настоящему. Однажды беспризорные воришки, проникшие в квартиру Михалковых, стащили заветную шкатулку, где среди прочих мальчишеских сокровищ, рогатки и перочинного ножа находилась и общая тетрадь с первыми стихами юного поэта. Возможно, это происшествие и подвигло начинающего поэта на новые сочинения. В 1927 году семья Михалковых покинула Москву. По долгу службы отец переводился в Пятигорск, и первые стихотворные опыты Сергея лет с 15 стали появляться в местных газетах. Через два года, закончив школу, Сергей возвращается в Москву, чтобы начать самостоятельную жизнь и стать писателем. Но получилось это не сразу. Пришлось Сергею Михалкову поработать разнорабочим на ткацкой фабрике, попутешествовать по стране с геологами. Но уже с 1933 года стихи начинающего поэта стали все чаще появляться на страницах газет и журналов. Иногда это были стихи для взрослых, иногда для детей. Строчки были бодрые, современные. Очень часто они рассказывали о том, что происходит в стране. В 1936 году вышел первый сборник Михалкова «Стихи». Уже тогда молодой поэт начал понимать, что его основное призвание – в стихах для детей. Признанным поэтом Сергей Михалков стал «С дяди Стёпы». Впоследствии он неоднократно возвращался к полюбившемуся герою, написав несколько продолжений «Дядя Стёпа – милиционер», «Дядя Стёпа – ветеран» и другие. А в 1937 году Сергей Михалков был принят в Союз писателей СССР, поступил в Литературный институт имени Алексея Максимовича Горького. Вот строчки только нескольких всеми любимых стихотворений Сергея Михалкова, которые вы все, конечно, знаете. Кто на лавочке сидел, кто на улицу глядел, то ляпел, Борис молчал, Николай ногой качал. Дело было вечером, делать было нечего. В доме восемь, дробь один, у заставы Ильича жил высокий гражданин по прозванию Каланча. В одном переулке стояли дома, В одном из домов жил упрямый Фома. На прививку, первый класс, вы слыхали? Это нас. Почему я встал у стенки? У меня дрожат коленки. На граните вечного огня у Кремлевской стены в Москве мы тоже читаем слова Сергея Михалкова. «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Это слова очевидца и участника Великой Отечественной войны. В качестве военного корреспондента Сергей Михалков побывал почти на всех фронтах. Это только на первый взгляд кажется, что писать о войне и воевать – вещи абсолютно разные. А в действительности военные корреспонденты, будучи всегда на передовой, делили все тяготы войны наравне с боевыми частями. Не случайно грудь Михалкова украсили три ордена и медали, в том числе и медаль за оборону Севастополя. Сергей Владимирович Михалков – автор слов гимна Советского Союза. Рождение такого ответственного текста само по себе событие уникальное, и в любое время, в любой стране редко выпадает на долю поэта дважды. В 1977 году поэт создает вторую редакцию государственного гимна, а в 2001-м становится автором текста государственного гимна Российской Федерации. На протяжении всего жизненного пути Сергей Михалков был удостоен множества правительственных, литературных, общественных и международных премий, орденов и медалей. 13 марта 2008 года, в день 95-летия писателя, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Михалкова Орденом Святого Апостола Андрея Первозванного за выдающийся вклад в развитие отечественной литературы, многолетнюю творческую и общественную деятельность. В течение нескольких лет Сергей Владимирович вынашивал мечту сочинить такую сказку, которая была бы интересна и понятна всем детям на Земле, независимо от того, на каком континенте они живут. «Произведение нельзя сочинить, оно должно родиться», – писал Михалков. Однажды, когда я проводил отпуск в Карловых варах, как-то само собой возникло название заветной сказки – «Праздник непослушания». Рука сама потянулась к перу и бумаге. Написалась первая фраза, которую я так мучительно искал столько лет. «Нет, этого никогда не было, хотя могло бы и быть, но если бы это на самом деле было, то…» Сказка рассказывает о некоем вымышленном городе, который в один прекрасный день покинули все взрослые, чтобы их непослушные и вообще ужасные дети поняли, каково это быть одним. Разумеется, наевшись мороженого до тошноты, перемерив мамины наряды и выкурив папины папиросы, в лучших традициях фильма «Один дома» дети начинают скучать по своим родителям, болеть и голодать. Впрочем, заканчивается все хэппи-эндом. Тронутые письмом «Мамы, папы, нам без вас все равно, что вам без нас», взрослые возвращаются. Многие детские театры ставили на своей сцене эту пьесу Михалкова. Есть он и в репертуаре театральной студии «Звезда». Мы сделали ее по-своему, добавив какие-то характерные для наших дней нюансы и краски. При акции зрителей было понятно, что тема спектакля волнует и детей, и взрослых, которые пришли в зал вместе со своими детьми. А это значит, что нам удалось немножко посотрудничать с Сергеем Владимировичем Михалковым. И мы очень надеемся, что он остался бы доволен таким сотворчеством. День, когда вы будете читать этот письмо, мы будем уже трепет. Не ищите нас, мы решили оставить вас в зиму. Больше от вас ничего не буду требовать. Вам не будут делать замечания. Мы устали от вашего непослушания. Будьте осторожны с газом на воду. Закрывайте кран и залезайте с ногами на подоконник. И там в холодильнике. И все-таки, давайте цветы в нашей комнате. Они нас бросили! Они нас бросили! Они нас бросили! Ура! Мы можем не учиться, лениться и беситься. Курить сигары можем, пускаясь из-за дым. Мы можем спать ложиться, мы можем спать ложиться, Мы можем спать ложиться, тогда, когда хотим. Долой, долой ученье, долой мы ученье. Мы так устали от воспитания. Даешь свободу и приключения, Да страх будет ранее непослушание. Мы можем не учиться, лениться и беситься, Как взрослые девицы болтать о пустяках. Намазывать ресницы, намазывать ресницы, Намазывать ресницы, шадить на каблука. Долой, долой ученье, долой мы ученье. Мы так устали от воспитания. Даешь свободу и приключения. Да страх будет праздник непослушания. А instructors не позволяйте. Музыка в одиночкееве. Престмural! Вы, шестивалки, летучие суммы! Ни чесури! Все уроки отменяются! Ура! Вот это да! Теперь можно будет как следует отдохнуть! Отдохнуть! Сухой, они все про эту власть говорили! Сговорились! И даже учителя! И даже учителя! Послушайте, что я вам скажу! Они все время угрожали нам, что просят нас! И вот, наконец-то, они нас бросили! Ура! Они решили нас круче! Посмотрим, что из этого получится! Посмотрим! Наконец-то, нам никто не будет командовать! Не будет! И кто-нибудь нам старает сделать все, что нам не нравится! Не нравится! Мы здравствуем праздник непослушания! Ура! Мы здравствуем праздник непослушания! От нас уходят папы! От нас уходят мамы! Слезами заливаются и машут нам рукой! Простите, папу мамы! Простите, папу мамы! Мы не видим этот драм! Мы не видим этот драм! Мы не видим этот драм! Абсолютно никакой! Мы взрослые мужчины по росту и уму! Простите, папу мамы! Простите, папу мамы! Мы не видим этот драм! Мы не видим этот драм! Желаем обязательно мужчинам зарядить на опасности! Мамочкам нам вовсе ничего! ПОДПИСЫВАЮТСЯ Ромка! Ромка, ты где? Я здесь! Ромка, ты живой! Не знаю! А где паянтик паянтика? У меня ты ружица голова! Я хочу домой! Неплохо! У меня болит форма! Я не могу глотать! У меня болит голова! Если мы заболеем, надо лечиться, лекарствуем. Мы не знаем, какими. А с незнакомым лекарствами можно еще хуже заболеть. Эд, Гарри, а ты что молчишь? Ухо болит. Животно со мной. Почему так больно? Пань, спаси меня, мне плохо. Спаси, Пань, спаси. Ой-ой-ой, что случилось, что случилось? Ой-ой-ой, ну я, конечно, не доктор. Но я попробую помочь. Я хочу, чтобы мамочка меня полечила. Мальчик, перейди меня к маме. Мальчик, перейди меня к маме. Мальчик, перейди меня к маме. Ой-ка, ну мам, мам же, вам же не надо ходить в школу, да. Вам же, вас же никто не наказывает. Не наказывают. Вам же все можно. Все можно. Все можно. Но нам почему-то уже ничего не хочется. Ничего не хочется. Мальчик, перейди мне к маме. И мою, и папу, и папу. Мальчик, а ты не мог бы разыскать наших родителей и передать им письмо? Ну что, попробуем, попробуем. Давай, пишите. Мамы, папы, мамы, папы, нам без вас, нам без вас, все равно, что вам без нас, все равно, что вам без нас. Мы вас любим, мы вас любим, возвращайтесь, 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 ваши ужасные дети, ваши ужасные дети. Родители, родители, родители! Мамы, папы, нам без вас, все равно, что вам без нас. Мамы, папы, нам без вас, все равно, что вам без нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова